Легендарный гитарист The Bottle дал честную оценку русской рок-сцене. Будучи выходцем из ленинградских андеграундных кругов, музыкант хорошо осведомлен о состоянии русского рока. Многолетний опыт работы с зарубежными звездами дал гитаристу возможность сравнить наших рокеров с западными. Оценить эту кухню изнутри. Кипеловый, гребенщиковый весь этот пласт. Ну какой это рок, халтура же. Вот такой неутешительный вердикт выносит The Bottle иконам русского рока. Гитарист считает, что подражание британской сцене убило самобытность в наших рокерах. При этом не сделало их конкуренты способными на мировой сцене. Просто при Союзе сравнивать особо ни с кем было. Народ жевал, что дают. Я же сам советский, все это помню. The Bottle вырос в советское время. Будущий рокер учился в ленинградской консерватории, но алкогольная зависимость помешала получить ему классическое музыкальное образование. The Bottle продолжил свой путь в разных группах за рубежом, успев поработать с Кирком Хэмметом, Файзером, The Tunnels и многими другими. По мнению гитариста, постпанк британского разлива глубоко пустил корни в русской рок-среде, и это отрицательно повлияло на развитие жанра в России. Постпанк, это и не панк. Гламурная попса для девочек в гитарной обертке, чтобы продавать как рок. The Bottle считает постпанк коммерцией и не относит к року как таковому. Станислав Буй, единственный русский рокер, который что-то из себя представляет. Остальных же русских рокеров The Bottle называет не иначе как пропащее поколение. Он с критикой относится к таким группы как Гражданская оборона и кино, указывая на недостаточный технический уровень их гитаристов. По мнению The Bottle, в годы популярности вышеперечисленных коллективов у них не было должного уровня конкуренции, сейчас же их многие переиграют. Главной проблемой русского рока The Bottle считает любовь к бардовским песням, что обусловило предпочтение текстов музыки. Инструментальная составляющая ушла на второй план, из-за чего русский рок и по сей день отстает от западных коллег. The Bottle с горечью признает этот факт, ведь он сам родом из СССР и до сих пор хранит свой советский паспорт.